В Подмосковье участили случаи заражения бешенством среди животных. В связи с напряженной обстановкой было принято решение о проведении конференции по профилактике возникновения этой проблемы. Как отметил начальник главного управления ветеринарии Московской области Юрий Барсуков, встреча в таком формате проходит впервые, но планируется проводить такие слеты ветврачей регулярно. Ведь решать подобные проблемы возможно только объединенными усилиями. Обстрелились случаи заболевания бешенством. И мы должны все сплотиться против этой болезни, потому что, к сожалению, болеют и люди, и люди болеют со смертельным исходом. Мы не должны допустить, чтобы наши жители Подмосковья заболели этой болезнью. На территории Ленинского района расположено огромное количество лесных массивов. И для муниципалитета эта научная конференция несет в основном практический характер. Наша районная станция по борьбе с болезнями животных – одна из лучших. Она оснащена современной техникой, в том числе и по профилактике бешенства. Мы на территории нашего района в прошлом году имели два случая бешенства. Именно лесы. Был введен соответствующий карантин на части территории сельских поселений. И 1 января 2016 года данные мероприятия были прекращены. Соответственно, сняты все ограничения, в том числе посещение в леса. Мы все живем в этом мире, мы все взаимодействуем. И, соответственно, занимаясь проблемой помощи животным, я поняла уже, как гражданин нашей страны, что это совсем не первое звено в этой цепи, потому что первично это животное на улице. И еще я поняла, что самое главное, чтобы взаимодействовали частные клиники, ветеринарные службы, зоозащитники. И вот так вот совещательно всем миром мы могли бы эту проблему решить. На конференции решили усилить работу по вакцинации домашних животных против бешенства и использовать инновационные методы раскладки вакцины, в том числе с помощью летательных аппаратов.